приветствую друзья мои с вами на связи александр и в этом видео мы с вами коснемся очень важный на мой взгляд надеюсь на ваш тоже темы которая связана с переборами или говоря более грамотным языком с арпеджио существует огромное я бы даже сказал бесчисленное количество вариантов арпеджио которые можно в свою очередь и чередовать друг с другом комбинировать для того чтобы исполнять различные произведения и вносить в них разнообразие и все эти варианты арпеджио они базируются на четырех основных видах я сейчас их вам покажу а потом мы продолжим наши с вами рассуждения и также в этом видео я покажу классные упражнения которые помогут вам не только закрепить варианты перебора но и синхронизировать игру правой и левой руки с чем кстати многие сталкиваются с этой проблемой а синхронизации но чуть позже мы об этом поговорим значит первый вариант п и м а когда вы последовательно играете большим указательным среднем безымянным пальцем кстати когда вы играете арпеджио или переборы я рекомендую играть именно таким способом большой палец играете опаянда или то что называется с опорой то есть вы щипнули струну и задержали палец на следующей струне остальные пальцы играйте без опоры они как бы парят над струнами почему рекомендую играть именно таким образом когда вы играете с опорой у вас кисть и пальцы лучше ощущают расстояние между струнами и соответственно рука ведет себя более уверенно и как следствие звук получается тоже очень качественным и таким сильным надеюсь что порывы ветра не будут нам мешать и отвлекать нас от занятия значит второй вариант распространенный очень распространен арпеджио это когда мы играем как бы в циркальном отображении то есть начале играем большой палец а потом играем не средний указательный безумян и а безумян и средний указательный вот таким вот образом следующий вариант он как бы состоит из этих двух вариантов это перебор который шестерку называется он вот таким вот образом звучит 1 2 3 1 2 3 большой средний большой указательном средний безыми и средний указательный И, наконец, последний вариант Он называется у нас восьмерка И играется следующим образом Большой указательный, средний указательный Безымянный указательный, средний указательный Я думаю, что, скорее всего, вы все эти варианты переборов знаете Но когда начинающий гитарист Освоил те или иные варианты арпеджио, перебора И уверенно в нужной последовательности Перебирает струны, начинает исполнять ту или иную композицию Или аккомпанировать под вокал или под другой инструмент Он сталкивается с трудностями Как раз-таки здесь и зарыта собака Трудности возникают в связи с тем, что нет синхронизации Между левой и правой руками А очень важно вовремя переставлять пальцы Не только на правой руке, но и на левой Чтобы не было каких-то запозданий Или палец задержался на левой руке А вы побыстрее убежали правым пальцем Или напротив, переставили левый палец, а потом только догнали правой рукой И мне хочется показать вам очень, на мой взгляд, гармоничное произведение Небольшая композиция Автором которой является, если мне память не изменяет, Агуадо Если я ошибаюсь, все спрашивайте меня в комментариях Это композиция Анданты И звучит она следующим образом Мы ее возьмем в качестве базовой отправной точки Для того, чтобы репетировать различные варианты арпеджио Звучит эта композиция следующим образом Здесь был задействован вариант арпеджио четверка Когда мы играем последовательно большой Указательный средний безымянный Я ноты, разумеется, прикреплю под этим видео Второй вариант Вы можете использовать ту же самую гармонию Единственное, чтобы поменять пальцы в обратном направлении Играть не P-I-M-A А в обратном направлении П-А-М-И Логика подсказывает нам, что следующий вариант Который мы можем заниматься, используя Анданты Это перебор шестерка Звучит по-другому, но согласитесь, что все равно красиво И, наконец, последний вариант То, что называется у нас восьмеркой Когда вы отшлифуете не только арпеджио в правой руке Но и сможете синхронизировать правую с левой рукой Вы выйдете на новый этап игры на инструменте И сможете играть уже более серьезные, более сложные И, соответственно, красивые произведения Спасибо, что посмотрели это видео Если вы для себя подчеркнули что-то важное, интересное и полезное Обязательно ставьте лайк Если считаете, что это видео может пригодиться другим ученикам Другим любителям гитары Обязательно тоже делитесь в социальных сетях этим видео И подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны На этом я хочу с вами попрощаться Пожелать всего самого наилучшего Увидимся в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok